Всем привет! Это наша любимая игра ClownDyke. Меня попросили снять еще одно видео про наш овощной суперкомплекс. Суперкомплекс. Стоит он 50 изумрудов, но когда акция, он стоит 29. Его можно купить себе, можно купить товарищу, его можно подарить. Он дарится. В основном дарятся у нас почти все изумрудные покупки. Давайте рассмотрим его. Для того, чтобы что-то вырастить, в нем нужна всего одна энергия, но 2 единицы того, что вы растите. Это значит, чтобы вырастить крош, мы тратим 2 штуки, из 2 мы делаем 16. Если у нас, тут у меня, конечно, все есть, если у нас чего-то нет, то мы до тех пор, пока это 2 штуки не получим, вырастить не можем. Когда у меня появились новые рецепты, я просто ставила простую там или грядку, или теплицу, чего-нибудь. Выращивала первое, а потом уже, как говорится, растила. Но, если какое бы то ни было растение, вам не позволено еще по уровню, а вам очень хочется его получить, вот такое, как бывает, допустим, или рис, или тростник, он нам, допустим, нужен раньше, чем мы можем себе это позволить. Все очень просто, мы добавляем его в список того, чего мы хотим, нам подарили 2 штуки, или мы где-то купили 2 штуки, и даже если по уровню нам этот продукт, ну, мы не можем это растение растить, и у нас есть 2 штуки, то это уже не проблема, а растите сколько хотите. Да, я не знаю, сказал ли нет, что растет оно здесь в 2 раза быстрее. Обратите внимание, рис растет 48 часов. Если мы заглянем в ферму, семена, рис растет 96 часов. Разница существенная. Плюс не забываем, что, допустим, то, что растет у нас здесь 48, если мы удобрим еще и 50%, то, естественно, еще в 2 раза быстрее. Так же самое, как и в обыкновенных, мы можем выставлять вот так вот и повторить, ну, удобрять. Ну, естественно, можем еще там, если хотим, удобрять что-то на 100%, если нам что-то прям так надо. Альтернатива ему, такая же самая стоимость у нас идет в оранжерее. Ну, честно, не советую. Это вот по мне так это деньги на ветер, вернее, изумруды на ветер. Выгоднее, конечно, выгоднее всего овощной комплекс. Оранжерея, да, там растет у вас 8 штук в 2 раза быстрее, но подождите, 16 штук в 2 раза быстрее и 8 штук. Правда? Существенная разница. Ну, я не знаю, чем они мотивировали эту стоимость, но цена одинаковая. Как говорится, зачем покупать то, что не ахти, по сравнению с самой шикарной вещью овощной суперкомплекс. И вам не обязательно ставить его на домашней станции. Вы можете отвезти его на любой остров, который вам захотелось, и установить его там. И также, как говорится, или снимать с него вручную, бегая вот так вот, нажимая на грядочки. Или даже вот так вот привезти туда еще сбор продукции, выбираем комплексы, и ура, ура, нам делать ничего не надо. Оно собирается самостоятельно. Это очень удобно. Любой непревращенный остров на него ставите и собираете. Конечно, мой совет это делать на Гринли, но тот, кто не сообразил, сразу его превратил, делает это там, где это возможно. Я выбрала остров, который находится поближе просто к Гринли, и поэтому у меня на этом острове стоят теплицы. У меня теплицы стоят и на этом острове, и на песне ветра. В принципе, их можно меньше ставить на главном, меньше занимать места. Но как-то вот я этим вопросом вплотную, меня пока все еще устраивает. В принципе, если прям совсем станет не в Моготу, то я, конечно, уменьшу количество овощных комплексов на главной станции. Собрали, взяли, что хотели. Но опять-таки, я всегда, когда беру, вот я взяла, да, ну, если даже не это самое, я стараюсь оставить там, чтобы оставалось у вас на острове 2 единицы, ну, на первый сбор. Если вы садите первый раз на этом острове, то так как здесь нету у нас магазина, вы привозите на остров. О, вот здесь я могу показать, видите, чего нет. Пока не привезла на остров, посадить невозможно. Капусточка есть. Есть. Простите, пожалуйста, называется. Очень удобно, очень хорошо. Ну, опять-таки, я советую, конечно, не брать за полную стоимость. Скидки на овощные суперкомплексы бывают очень часто. Фактически в каждом у нас в этом есть скидка на комплекс плюс. Не забываем, что у нас у всех есть товарищи на больших уровнях. И очень часто товарищи на больших уровнях с огромным удовольствием, за что бы то ни было, меняют вам комплексы. Да, некоторые меняют себе, но некоторые их тоже прекрасно продают. Продают их за то, что вам, допустим, за коллекцией или еще со что-нибудь. Прекрасно за коллекцию рабов можно накупить. Я не знаю курс, потому что, смотря где вы играете, на разных соцсетях. Курс совершенно разный, но вы можете это пробежать по своей игре, как говорится, и посмотреть, почем примерно стоит суперкомплекс именно там, где вы играете. И там его приобрести, не тратя при этом даже свою изумруду. И на этом все. Пока-пока. Продолжение следует...